Матеран Естественно, и рынок здесь тоже небольшой. Но я думаю, кое-что интересное я смогу вам сегодня показать. Кроме того, я вместе со своим сыном Артуром на ваших глазах сегодня я хочу впервые попробовать один экзотический фрукт, который можно купить на индийских лапах. Так что оставайтесь вместе со мной. Я думаю, будет интересно. Я думаю, сегодня вы получите какую-то полезную для себя информацию. Сегодня у нас воскресенье. По воскресеньям в Матеране большой рынок. Приезжают люди из деревни и продают то, что они вырастили. И курочек продают, и овощи, фрукты. Вот такие вот курочки продаются домашние. Очень маленькие, как перепела. Это петушок. Парам хочет купить для Артура. Хочет, чтобы он ел домашнюю курятинку. Домашняя курятина намного дороже, чем обычная фермерская. Но он считает, что это очень полезно и важно для ребенка. Вот, видите, продают земли, постелили под силочки. Ну, в принципе, в любом городе есть рынки, где продаются земли. Тем более, здесь хорошо, что машины не есть, никакого транспорта нет. Поэтому, в принципе, все чистенько относительно. Он понесла, тоже, видно, продавать, принесла с деревни. Когда далеко тут, внизу, мы же живем на горе, это получается, что они поднимаются высоко-высоко в гору. Это только по воскресеньям. А так, обычные дни, тут не очень много лоточков. Так, типа, как стихийный рынок по воскресеньям. Вот одна курочка стоит 500 рупий. А что там в той курочке? И теперь я обобрать очень-очень малое мясо. Очень много фруктов, которых я еще даже не пробовала. Вот, видите, мужчина протирает свои. Что это такое? Вот я буду каждый раз какие-то покупать новые фрукты и вместе с вами пробовать. Вот сейчас хороший выбор. В обычные дни, конечно, такого выбора нет. Все свеженькое, натуральное. Вот карелла называется. Какой интересный овощ. Парам говорит, что его очень хорошо, он чистит желудок. Говорит, то же самое, как ним. Ну, и из него делается, как какой-то рагу, наверное, вместе с другими овощами. Она очищает кишечник от шлаков. Так, а вот, смотрите, пристроилась рядом с овощами, с украшениями. Женщина продает браслетики, сережки, соколочки. Вот такие огромные пучки зелени. Ну, вот я очень люблю зеленый лук. Как-то тут с зеленым луком не очень хорошо. Типа, как вот у нас уже осенью, когда сезон заканчивается, тут можно встретить уже такой пожелтевший. Такого молоденького лучка как-то я не встречала. Так, ну, а это уже перекупщики. Видите, перекупщики у них более... Такое вот место тут и весы стоят. Вот они уже где-то скупились по опту и продают теперь в розницу. Вот, вот это все перекупщики. Чаек, кофеек попивают. Тоже, как у нас на рынках. Вот, видите, женщина продает чай. Прям с чайником вышла. Наверное, она тут поблизости живет и продает чай продавцам. Так, здесь, как вот тоже на любом рынке, продаются цветы. Гирлянды из цветов, которыми украшают храмы. Я уже говорила, что в каждом отеле, кто индуист, каждый имеет храм. Большой, маленький, поменьше, побольше. И его периодически украшают вот такими вот цветами. В принципе, каждый день что-то... У нас, мы заказали, нам человек каждый день приносит небольшой пучок каждое утро. То есть заплатили за месяц и не ходим каждый день за такими вот гирляндами. А в какие-то особые дни, да, особенно украшается храм. А вот еще, посмотрите, какой интересный момент. Здесь продается сушеная рыба. Но индийцы ее так не едят, как мы. Вот я, допустим, да, как я сушеную рыбу ем? С пивком. Очень вкусно. А они нет, они ее потом готовят. Готовят, добавляют туда специи, готовят, жарят, тушат. Ну, я не знаю, как, я еще ни разу не пробовала. Но так в сыром виде они ни в коем случае не едят. Я уже когда-то рассказывала, что мы привезли как-то красную икру. И, ну, я думала, что это вообще будет супер подарок. Так интересно, да, как им понравится. У нас это деликатес. А они, вы что, они даже не стали пробовать. Они плевались. Когда они узнали, что это сырая рыба, они просто возмущены были, по-моему, даже тем, что я им предложила. Ну, мой муж попробовал. У меня так, как муж работал в Гуа, там он много чего такого напробовался. Для него это не диковинка. Но без удовольствия, так чисто. Мой муж рассказывал, что когда-то, когда он работал в Гуа, один мужчина, русский, предложил ему, ну, там, прям, угощал его ложками, ложками икру, икру ему засовывал в рот, чёрную. Ну, типа, хотел показать, какой он щедрый. А мой муж, ну, ему неудобно было обидеть. Он ел, и прямо у него наворачивался рвотный реплекс. Вот, видите, как упаковывает. Всё здесь упаковывает в бумагу. Вот таким вот образом. Так как это вообще повсеместно, но особенно в Матеране, так как в Матеране есть запрет на целлофановые пакеты. Так как, ну, как мы знаем, бумага перегнивает, а пластик, полиэтилен, он же не перегнивает. То есть используют такие органические материалы. Вот, видите, женщина, женщина покупает рыбку. Так, а мы пойдём ещё сейчас свежую рыбку. Так, ну, вот мы подошли к прилавку, где продаётся свежая рыба. Цена в Матеране намного выше, чем, допустим, в Нерале, и тем более, чем в Мумбаи. В Мумбаи есть специальный рынок рыбный, там оптовый. Там всё намного-намного дешевле. Где-то в несколько раз, в три раза, наверное. Ну, что делать, мы же не будем туда ездить. А папа считает, что надо, ну, и я тоже считаю, что надо ребёнку раза два-три в неделю давать рыбу. Вот так что мы пришли за рыбкой. Вот такая вот рыбка. Одна такая рыбёшка стоит 100 рупий примерно. Креветки. Вот, посмотрите, специально подпаливают вот такие вот палочки. Это чтобы отгонялись насекомые, чтобы мухи не садили. Но всё равно здесь мухи кишат. Много-много мух. Наверное, было бы ещё больше, если бы не это. Возле этого лотка со свежей рыбой всегда очень много людей. Особенно по утрам. Все хотят по утрам прийти, чтобы купить свеженькую. Ну, как у нас тоже. Я тоже всегда покупаю продукты на рынке. Стараюсь приходить как можно раньше, пока всё свеженькое. Я, кстати, в Харькове живу рядом с рынком. Рядом супермаркеты, естественно. Но часто я предпочитаю покупать продукты именно на таких вот рынках. Где можно выбрать что-то своё, свеженькое. Своё, в смысле, выращенное в огороде. Они на ферме. Кстати, не все могут себе позволить на обед рыбку покушать. Так что можно сказать, что здесь такие вот люди, которые побогаче. Побогаче или те, кто любят вкусно покушать. Так, вот теперь наша очередь. Вот такие вот рыбёшки мы покупаем. Очень вкусные. И Артур любит. Больше всего. Тут костей нет, а вкусные. Какое количество рыбёшки мы покупаем? Памплейт. Камплейт? Памплейт. Памплейт. Вот, видите, почистил. Памплейт. Памплейт попросил почистить рыбку. Специально вот так вот, видите, сразу разрезают, чтобы вообще все индийцы пропитывают специями рыбу, прежде чем готовят. Я привыкла просто в муке обволакивать солёной, подсоленной. Здесь любят сначала как бы типа мариновать в специях. Я не люблю. Мне на Сим готовят, как я научила, мука с солью. Обрезают плавнички. Вот это типа холодильника. Пора. Ох уж этот папа. Пора. Ну что за развлечения? Ну вот тебе за то, что дал. Пора. Мне надо. Не дай фиш. Афширки будут плохой вкус. Не дай рыбу, а то она в этом руке будет вонять. Так, вот он наш пакетик. Вот наши рыбки. Так, вот мой муж рассчитывается. Муж дескон попросил. Так, ну ладно, пойдём дальше. Так, а вот смотрите, в этом магазине продаются яйца, кроме всего прочего, фермерские. А также сюда хозяюшки сносят свои домашние яйца. Ну, естественно, какой-то процент они отдают за продажу вот этому вот продавцу. Вот смотрите, вот это вот фермерские яйца, а здесь домашние яйца, которые приносят хозяюшки. Вот, вот посмотрите, как они отличаются. То есть вот это вот яйцо фермерское, а это домашнее. Ну и по цвету отличаются. И, конечно же, домашние яйца полезнее. Вот смотрите, какой интересный фрукт. Будем снимать с него пробу. This is tasty. Tasty. I make video. This is tasty fruit. We never... Tasty. 50 rupi 1. Так, ну вот посмотрите, вот таким вот образом в Индии упаковывают товары в большинстве магазинов. В отличие от привычных для нас кулёчков-малечек, здесь используют бумагу, чаще всего газету и ещё нитку. Чем это объясняется? Тем, что бумага гораздо быстрее перегнивает, в отличие от полиэтилена и пластика. Так, ну давайте снова вернёмся к фрукту, который мы купили. Называется он петахая. Петахая. Или же драконий фрукт. Так как мы видим, внешне он похож чем-то на пламя дракона. Произрастает. Оказывается, в Индии не выращивают этот фрукт. Скорее всего, его купили, закупили во Вьетнаме, в Таиланде или в Шри-Ланке. Это самые близко расположенные к Индии странам, которые культивируют этот фрукт. Но родом-то он из Америки. Вот, ну давайте будем снимать пробу. Вот, я разрезала его напополам. Кожура не естся, а естся только то, что внутри. Чем-то напоминает киви. Кстати, мой муж тоже не пробовал ещё этот фрукт. Ну и тем более Артур. Так что мы сейчас всей семьёй снимем пробу. Так, ну сейчас будем пробовать. Сладкий. Вкусный, неплохой, неплохой вкус. Я почитала, что это малокалорийное блюдо, так что кто боится похудеть, ой, кто боится поправиться, этот фрукт для них. Так себе. Ну не то, чтобы прям я в восторге, но вкусный. Мне напоминает киви. Такой не сильно вкусный киви. А ну, Артур, попробуем. Так, ну на этой вкусной ноте я с вами попрощаюсь. Надеюсь, моё видео вам понравилось. До свидания, до новых встреч. Пока. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждёт ещё много всего интересного. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...